Одними из первых на призыв о помощи мобилизованным откликнулись жители дома 17 по улице Мерлина. Неравнодушные в основном пенсионеры собрали порядка 12 тысяч рублей. И на эти деньги купили сладости и консервы. Бабушки не только поучаствовали финансово, но и за короткий промежуток времени связали шерстяные носки. Наши же дети, внуки, им ну как не помочь, чтобы они чувствовали поддержку нашу, любовь. Ну как не помочь, я это просто не понимаю. Просто надо нам всем быть активными. Как-то надо это распространять в городе, чтобы как-то не единичные, а чтобы все мы помогали. Сбор проходит в селах, районах и городах. Военнослужащим, в том числе и мобилизованным, могут помочь все желающие. Список необходимого достаточно большой, однако в преддверии зимы акцент делают на теплых вещах. Принимаются вязаные шапки, носки, перчатки, пледы, одеяло, спальные мешки и многое другое. Жители откликаются и звонят, и приходят, и приносят каждое, что может. И очень, наверное, приятно, что та помощь, которая идет именно от жителей, она идет от чистого сердца. Вот у нас приходят женщины, бабушки, матери и приносят то, что они могут. Вот сухой паек, консервы, или наоборот, шереномыльные принадлежности, или там носки теплые. Понятно, что они делают это от души. Наверное, это ценное, наверное, это самое важное. В Бийске работают два пункта сбора гуманитарной помощи. Первый находится по адресу Мерлина 25 в управлении по работе с населением. Второй – в Алтай-Патриот-центре по адресу Телеграфный 2. Акция проходит до 15 октября включительно. В администрации Бийска поясняют, что помощь будет оказана адресно, поэтому волноваться не стоит.